Одно из самых больших изменений в Dragon Frame 4 это то, как мы организовали слои. Панель управления слоев можно открыть за экслистом. Если вы откроете экслист и потом кликните здесь, то вы попадете в слои. Это композиционные слои, то есть слои для рисования и слои медиа. По сути это любой вспомогательный элемент для анимации. Также вы можете открывать и закрывать эту область вот этой кнопкой в правом верхнем углу. Это кнопка слои. И причина почему они находятся в двух разных местах, потому что если вы в других рабочих окнах, например в DMX или в окне анимации, здесь тоже можно открыть слои. Хорошо. Вернемся в окно анимации. Откроем его назад. Как я уже говорил, слои это вспомогательные элементы. Картинки, рисунки, снимки. Мы загружаем их в систему наслаивания, потому что так немного легче, когда видишь все сразу. Взглянем на композиционные слои. Мы уже видели эти кнопки раньше, потому что на самом деле это те же самые кнопки, что и слева внизу. Можно их включать-выключать здесь и можно включать-выключать здесь. А также если эта панель закрыта, то можно зайти сюда с плавающей панели отсюда. Внизу окна вы увидите контрольную панель для слоя, на котором вы находитесь. То есть, если я нажму на сетки, например, и включу разметку, и поставлю прозрачность на 100%, здесь есть горизонтальные линии, вертикальные линии, и можно выставить любое число и отрегулировать настройки этого слоя. Если я нажимаю на любой из этих слоев, то вы увидите, что панель настроек появляется вот здесь внизу. Поехали дальше к слоям рисования. Я сейчас выключу сетку, открою слои рисования. И новая функция в Dragon Frame 4 это возможность добавлять несколько слоев рисования. Для начала я включу видимость этих слоев, кликнув на левую иконку. Это почти как глазок в фотошопе, делает слой видимым. Теперь опускаемся вниз, и я выберу вот этот розовый кружочек. И я могу добавить еще один слой рисования. Наверное, сделаю просто оранжевую линию. И эти слои могут вмещать до нескольких объектов на них. И можно отдельно настраивать их прозрачность. Так что, возможно, вам понадобится сделать траекторию для анимации. Или какую-то дугу. По которой должен двигаться предмет и так далее. Также в процессе работы можно включать и выключать определенные слои. Можно кликнуть на слой и изменить название. Ну, как я говорил ранее, их можно просто включать и выключать. Вот так. Еще одна новая функция в слоях – это возможность добавлять текст. Я сейчас добавлю новый слой и назову его «Текст». Возьму здесь внизу вот этот инструмент «Текст». Кликну прямо по нему и напишу. Это текст. И можно менять размер шрифта и даже менять цвет. Это очень удобно, если вы работаете с другими людьми на площадке и нужно оставить какую-то заметку для следующего человека или какое-то напоминание и так далее. Другая новая функция – это добавление графика. Давайте я покажу, как это работает. Я удалю этот объект и нарисую такую дугу. Теперь, если мы выберем линию и кликнем на этот инструмент «График» внизу. И, скажем, например, мне нужно поставить засечки. Например, 16 засечек. Итак, у нас 16 засечек. И их можно растянуть и таким образом строить график движения или траекторию. Здесь есть даже кнопка «Плей» вперед и назад. Она воспроизводится с таким маленьким кружочком, чтобы почувствовать это движение. И вы можете использовать эти засечки для какой-нибудь простой анимации. Давайте закроем. Сейчас у нас есть такие засечки. Наверное, будет лучше видно, если поставить тоньше линию. Вот такие засечки. Если ваша траектория меняется, то можно взять эту линию и настроить дугу. Окей, поехали дальше по медиа-слоям. Медиа-слои. Это картинки, изображения, кадры, а также непосредственно ваш слой, на котором вы снимаете. То есть слой сцены. Видите, этот слой сцены здесь. Тут можно включать-выключать его тоже. Если бывает случается так, что вдруг ваша картинка совсем пропала, то проверьте, включен ли ваш слой. Так вот, это сцена, и я добавлю изображение. Надо нажать плюсик и выбрать загрузить картинку. У меня она на рабочем столе есть уже. Старая игрушечная машинка. Она загрузится прямо на верхний слой. Вот он, видите? Я могу ее включить, выключить. Могу настроить прозрачность. Здесь есть и другие штуки. Можно поставить масштаб один к одному. Можно растянуть, можно развернуть. Или перевернуть. Или повернуть на 90 градусов. Если бы это был зеленый снимок, можно было бы применить инструмент хромакей. Вот здесь. Также можно применить такую мусорную маску, так называемую. Вот эта кнопочка здесь. Когда вы наводите курсор на экран, вы можете выделить эту маску. Этот инструмент может пригодиться, если вам нужно изолировать какую-то область. То есть, не обязательно это должен быть квадрат. Вы можете поставить точки и менять форму. Если вам не нужно изолировать именно центр, а просто оставить такое место, то вы можете инвертировать маску. Вот так. Ну и опять-таки, каждый слой имеет свою прозрачность. Вы видите, здесь можно перевернуть. Здесь. И выключить здесь. Окей, давайте загрузим небольшой ролик QuickTime. Эту штуку можно использовать для ротоскопирования или чего-то подобного. Итак, здесь небольшой ролик, который сняли в предыдущем видео. Теперь он находится на верхнем слой. И здесь можно тоже настраивать прозрачность. И по мере того, как я переключаю кадры, я вижу эту анимацию поверх Live View. Так что это может быть использовано для ротоскопирования или же просто какой-то визуальный референс. И мы добавили новую функцию, где вы можете нажать на эту кнопку, и она выведет картинку в такое отдельное окно просмотра. Это окошко можно использовать просто как для воспроизведения какого-то визуального референса. А если вы не хотите, чтобы оно наслаивалось сверху на ваши кадры, а просто смотреть на референс отдельно, можно сделать вот так. Если это окошко мешает, можно его отключить вот здесь. Также можно кропнуть картинку. Если вы наведете курсор на эту область, то появится такой инструмент. Вы можете выделить нужную область и кропнуть ее до нужного размера. И это видео синхронизируется с тем, что вы делаете внизу на панели. Так что если вы переключаете кадры, оно рассинхронизируется автоматически. Можно перенастроить синхронизацию, нажав на эту кнопку, передвинуть головку воспроизведения и снова нажать на кнопку. Так что одно из больших изменений в Dragon Frame 4, это то, что мы можем загрузить несколько рота слоев. Раньше мы их называли line-up слои, теперь их называют media слои. Они могут быть поверх вашей картинки, могут быть снизу или выделяться. В любое время можно их настроить прозрачность. Пока на этом все. По слоям Dragon Frame. Пока!